120 участников из Казани, Чебоксар, Самары, Тольятти, Ульяновска, Елабуги и Димитровграда. В лагере участников фестиваля «Опаленный сентябрь» вполне мирно соседствовали две вражеские армии. О предстоящем сражении напоминали разве что костюмы и большое количество оружия. Я играю уже за маджахедов не первый год. Нас, к сожалению, нашу команду не берут в советскую армию, у нас не соответствует оружие. Маджахедам оно соответствует. У них было на вооружении, да, и американское оружие, как и у нас сегодня. Девушки у нас, вот, у маджахедов ранее ходили в разведку и в этот раз тоже пойдут в разведку. Этот фестиваль четвертый по счету. В последних двух победу одержали игроки бандформирований. У нас три точки, то есть блокпост, заставы, значит, строительство завода, который в свое время строили же тоже наши инженеры и рабочие, охрана. То есть это довольно тяжело, охрану совершить завода, когда охраняет 10 человек, а нападает 30. То есть хоть и оборона, но бывают вот такие вот промашечки. На традиционном построении краткий инструктаж по безопасности, ориентирование на местности и вручение карт с заданиями. Советским войскам предстояло не только охранять объекты, но и пресекать попытки передвижения наркотрафика. Удача какая? Подошли, шлепнули, отстрелялись и тут же рассыпнули, тут же рассыпнули. То есть никаких затяжных боев. Да, то есть вся наша задача шакалить, выбивать. Если у нас вот люди здесь будут, например, около блокпоста, здесь уже не сядешь, понимаешь, вот так? Они у нас будут в блокпосте, мы это держать должны. И советским войскам удалось выполнить все поставленные перед ними задачи и одержать победу. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок, Новости Димитровграда.